За полгода из предприятия Белавия уволилось 38 человек специалистов по безопасности полета и технарей. В общем-то, речь идет о технарях. И сами объемы ремонта авиатехники уменьшились на треть. Речь идет просто о том, что несмотря на то, что самолеты больше не летают, обслуживать их все равно не обслуживать, а даже ремонтировать их нет смысла. Потому что летать они в ближайшее время все равно не будут. Люди, которые занимались обслуживанием, больше не нужны. И, собственно говоря, авиационная отрасль в Беларуси постепенно затихает и умирает. Дальше будет только хуже, потому что в настоящий момент, чтобы вы понимали разницу между тем, что происходит сейчас и тем, что будет происходить после доклада ИКАО, Международной организации гражданского воздушного флота, то сейчас существуют, как бы объяснить, временные санкции в отношении Беларуси по поводу пиратского захвата вот этого Боинга, на котором летел в том числе и Протасевич. А вот после доклада ИКАО, я думаю, ни один человек не сомневается, что это будет за доклад, и в какой тональности он будет представлен, потому что тут все совершенно очевидно, то после этого санкции в отношении БелАвиа будут введены и БелАроруха, то же самое, то есть это что насчет авиакомпании, что насчет компании, которая занимается авиадвижением, то есть диспетчерскими функциями, то будут введены санкции постоянные. И вот это будет, собственно говоря, катастрофой и концом. Почему? Потому что летать только в направлении одной страны России, это и нерентабельно, и глупо, и это никому не нужно, то есть эти рейсы будут убыточными, а все остальное небо будет закрыто. Более того, даже те маршруты, которые сегодня сохраняются после введения официальных санкций ИКАО, я боюсь, что и Турция накроется, и кто там, куда они еще, еще осталось пару стран, которые там принимают белорусские самолеты, так вот это будет закрыто. Почему? Потому что пока действуют временные санкции, оно вроде можно, понимаете, их можно исполнять, можно исполнять, это, скажем так, это на ваше усмотрение. А вот когда уже ведут санкции официальные, это будет, ну, где-то по ожиданиям доклада ожидается октябрь-ноябрь этого года. Ну, на этом, собственно говоря, все. Тогда летать перестанут совершенно, тогда я боюсь, что закроется и Турция. И, кстати, закроется у Лукашенко вот этот вот канал с нелегалами, которые используют через Стамбул, чтобы доставлять нелегалов в Минск, а потом доставлять их в Польской, там, в литовской границе и так далее. То есть это тоже накроется, но не знаю, он будет их, видимо, в теплушках через Россию возить. Это дело будущее. А пока что речь идет о том, что санкции настолько не работают, что авиационной отрасли Белоруссии пришел кирдык. Редактор субтитров А.Семкин